сегодня у нас на обзоре автомобиль будущего все вы хорошо знаете автомобиль тесла вообще вся вот эта электромобильная шумиха она началась именно с тесла и все скептически относились к электромобилям но компания nissan представила на рынок nissan leaf это уже его второе поколение которые относительно доступны и это так сказать японский ответ тесле на вот эту тематику электромобилей специально техпаспорт посмотрел стс мне интересно было ну как там указывают объем там вот это все в общем этих пунктов там вообще нет а экологический класс там написано просто не установлен выбросов 0 по внешнему стайлингу если пройтись вот невооруженным глазом что вот допустим сильно бросается в глаза ты вот эти синие элементы они должны подчеркнуть что этот электромобиле сюда добавили вот такие вот элементы а так в общем если на машину смотришь ну обычно такое хэтчбэк там b-класса в общем ничем не примечательные преимущество для либо недостатки электромобиля думаю всем конечно же очевидны и самое первое это то что вы не зависите от топлива недостаток это запас хода но сейчас это активно мировое сообщество эту проблему решает лет пять-десять пройдет и в принципе эти машины уже не будут уступать обычным которые на dvs такс ну со стайлингом внешним особо как бы останавливаться не будем обычно типичный nissan да он очень симпатично выглядит по сравнению с предшественником но допустим с другими какими-то хэтчбэками его сравнивать там с а-классом либо с бмв единичкой я думаю не стоит основные его фишки кроется внутри так ну чё вот мы в салоне пространство я же говорю вот с виду обычный хэтчбэк что вот необычного здесь это селектор коробки передач все очень необычно выполнено то и такая вот игрушечная вот прям ну что же мы его сейчас заведем как бы посмотрим там как это меню вот эти все движения да мы его завели как вы можете как бы услышать выхлоп здесь достаточно тихий как на этом я не знаю амг но на самом деле вот это вот эта фишка это просто жесть ну вот просто круто так ну пробежимся по фишкам качество материал на достойном уровне приблизительно а-ля toyota camry raf 4 новые сидения из комбинированной кожи то есть кожзама выглядит все очень стильно голубые такие про строчки как бы нитки акценты такие электромобильные про центральный щиток приборов если сказать то очень тоже он на достойном уровне прорисовка вот эта графика не сказать что как вот в mercedes но и не очень плохо выглядит в принципе все видно и достаточно хорошо руль очень крутой такой ниссановский но он сюда переехал прямиком из кашкая нового тем не менее очень круто это выглядит вот кстати это мы на заведенной тачке стоим и руль можете крутить туда-сюда вообще без усилий вообще вот это ощущение что ты как бы ну в заведенной тачке но ну очень необычное здесь соответственно есть подогрев сидений как бы подогрев руля здесь нет лючка бензобака так ставим заднюю скорость здесь стоит камера кругового обзора графика говно честно говоря на уровне там вот старых каких-то инфинити либо nissan of в общем шляпа сам селектор передач очень прикольно сделан вот некая такая шайба точнее в внутри как шарик вы его вот крутите вперед-назад очень необычно на парковку соответственно ставится вот так вот здесь какая-то есть функция и педал что за и педал не знаю экономичный режим кнопка старт-стоп климат-контроль обычный как и во всех машинах центральная мультимедиа сделано неплохо очень даже отзывчивая причем она сенсорная графика здесь такая ну замороченная для электромобиля здесь очень много всяких показаний но в принципе работает все очень четко очень вот ну нравится так что еще по фишечкам но основной вот здесь которая необычная в машине но сосредоточено вот здесь вот и в принципе ну я в нем вам сказал мы коробка передач здесь конечно очень интересно выглядит такс ну по салону чё больше особо говорить нечего обычный такой хэтчбековский салон только не питающийся бензином так сейчас мы на ней прокатимся бать он бесшумный блядь знаете на чё сильно похоже вот в детстве помните мы вот на электрических тачках катались но те были именно вот ну капец какие шумные вот прям вот этот электрический звук был а тут вот вообще нихера приедешь и ничего блядь не происходит вообще вот большие зеркала она реально чисто для города сделано очень удобно а ну по динамике оп свою мать это чё такое блядь ни хера себе и отпусти меня ни хера себе она урывает ёб твою мать я теперь понимаю о чём говорят про вот этот теслу то что ты газ давишь и она неожиданно подрывается ну по езде она прикольно на обычный хэтчбек похоже только как будто более люксовый потому что шумка здесь ну получше и она хорошо этого это ну не шумит сильно через пятно как самолета петля он неслась дать а капец на груди где вдавлю Пипец Блин, это капец Я вам говорю, это будущее Мне, конечно, очень нравится Вот такое Я как-то скептически относился к электромобилям Вот, кстати, я первый раз на нем сейчас прокатился Вместе с вами И я вам скажу, что Будущее будет крутым Ай, мать, она буксует Прям капец Отпусти ты меня, ёб твою мать Мы не врезаемся Так, надо где-нибудь запарковать теперь В Москве, конечно, с парковками пипец Так, короче, все Ставлю этот космолет Из будущего Вам за обзор, пацаны, спасибо Пишите свои комменты Надеюсь, вам такие Экспресс тест-драйв нравятся В общем, до новых встреч, пацаны Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok